Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сейчас ты услышал этот самый Blast Beat в двух разных вариациях, их на самом деле может быть чуть-чуть побольше, но сейчас мы поговорим о том, как прийти к тому, чтобы научиться играть вот этот вот Blast Beat без особых напряжений и, соответственно, при использовании правильной техники. Во-первых, что нам требуется? Для начала нам нужно подготовить наши конечности для того, чтобы они смогли друг с другом взаимодействовать и высекать удары именно таким образом, чтобы все звучало гармонично, мощно, с нормальной атакой, с нормальной динамикой и так далее. Начнем с ног. Что примечательно и, соответственно, является хорошей новостью в этом типе Blast Beat, здесь у нас ноги не играют быстро, то есть мы играем ногами размеренные восьмые ноты. Показываю. Однако и тут есть определенная хитрость. В чем эта хитрость заключается? Несмотря на то, что ноги не играют быстро, необходимо сделать так, чтобы каждый удар, как правой, так и левой ногой, пробивался максимально мощно, чтобы не было никакой разницы между ногами, то есть правая должна играть так же громко, как и левая, и наоборот. Поэтому для начала поработай над тем, чтобы каждый из твоих ударов ног наносился с громкостью, равной друг другу. Для этого можешь просто потренировать каждый удар по отдельности, сопровождая каждый из ударов с хэтом. Как ты можешь слышать, каждый удар ровненький, мощный и, соответственно, левая, как правая. Идем дальше. А дальше на очереди руки. Когда я показывал этот прямой Blast Beat, ты мог заметить, что я сыграл в двух разных темпах. Один, ну, такой, средней скорости, второй в довольно-таки быстрой скорости. Эти два вида скорости используют две разных техники рук. Первый вид техники рук – это так называемый фристроук, только в относительно быстром его проявлении. Что он из себя представляет? Я думаю, что среди моих подписчиков и тех, кто смотрит меня уже там давненько и до сих пор не подписан, что должно быть очень странно. Так что даже если ты смотришь меня давно и все еще не подписан, обязательно это сделай. К тому же канал новый. По поводу старого канала будет скоро информация. Там просто умопомрачительная история. Но сегодня не об этом. В общем, о чем я говорю? Я говорю о том, что большинство из вас, естественно, знает, что такое фристроук. То есть это нанесение удара с помощью кисти и, соответственно, как результат, у нас удар производится в довольно-таки свободной манере. То есть никаких зажатостей, ничего не происходит. У нас происходит свободная атака с помощью палочки. Вот. Если эту штуку ускорить, у нас получается примерно такое кистевое движение. Тебе необходимо будет с этим позаниматься, чтобы получилось так же, как с ногами. Правая должна играть на такой же громкости, как и левая. И ты должен чувствовать абсолютную свободу в своих конечностях. То есть, по сути, ты совершаешь просто бросковые движения палочки в малый барабан. Вот таким вот образом. И, соответственно, следующий момент, который тебе необходимо отработать очень четко для того, чтобы играть эти блас-биты, это синхронность нанесения ударов. Синхронность означает то, что нет никаких форшлагов. Вот таких расхождений быть ни в коем случае не должно. Все должно быть строго одновременно. Поэтому потренируйся делать следующее. В принципе, очень просто. И заключительный элемент вот в этом вот блас-бите, который играется в средней скорости темпе, это добавление ведущей руки. То есть, выбираем руку, которая будет бить в малый барабан, и выбираем руку, которая будет бить в какую-либо из тарелок. В данном случае у нас это будет хэт. Когда с этим выбором мы определились, начинаем делать обычное последовательное подключение всех конечностей вместе. Сначала начинают ноги. Добавляется рука. И пошла рука, которая будет бить в хэт. Можем чуть ускориться. И логичное развитие этой ситуации. Меняем руки. Делаем то же самое, но лево бьет в малый барабан, право бьет в хэт. Либо, если вам перекрестность всем удобен, можете правую руку перевести на рай. Так будет даже интереснее. И также ускоряем. Если же вы хотите добиться более ускоренного темпа, что я вам предлагаю? Я предлагаю вам нашу любимую пальцевую технику. Ролик на тему того, как играть пальцами, я вам уже снимал. Поэтому смотрим, развиваемся и так далее. С помощью пальцевой техники мы сможем играть эти бласбиты гораздо быстрее. Итак, первый ролик по бласбитам подошел к концу. Я надеюсь, тебе все понятно. Надеюсь, все понравилось. Опять же напоминаю, что данный ролик создан при поддержке онлайн барабанной школы Encadram Lessons. Поэтому не затягивай, записывайся к нам на урок. Как я уже говорил и ранее, у нас занимается огромное количество людей с разных уголков России и даже с каких-то уголков Европы. Не так много, но двигаемся в этом направлении. Поэтому не важно, где ты живешь, мы тебя научим. И обязательно подписывайся на канал и пиши в комментариях о том, что бы ты хотел увидеть в следующих роликах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok